Хромой человек Мальчишки насторожились и замолкли Они, видимо, соображали Оставаться ли им на скалах Или лучше удрать Текайте все Крикнул, наконец, отчаянным голосом Витька-адмирал Тот дядя безумный Он сам по себе смеется Да нет же Закричал, заикаясь от торопливости Самый маленький мальчик Совсем вовсе нет Это шахтер Морс горловки, тот, что стоит В доме отдыха Он же совершенно смирный Вдруг Все мальчишки Заслонили глаза ладонями От отблеска волн Трех камбал Несет С тихой бухты Он от удачи смеется А Витька орет безумный Мальчишки, торопясь и толкаясь Полезли со скал на берег И побежали навстречу Хромому человеку Еще на берегу мальчишки кричали Дядя, где вы их споймали? На что? На соленую комсу Или на свежую? Ой, дядя, дайте нам понести А ты не тяни Он мне дал нести Не тебе Какой хваткой Окруженный мальчишками Шахтер подошел к нам Это был высокий, немного сутулый человек С худощавым лицом Он улыбался Был горд своей добычей И, очевидно, ждал расспросов И мы Украинский писатель Горленко и я Расспросили его Стараясь скрыть свою зависть Как он поймал этих камбал Трогали колючие наросты у них на спинах И вообще удивлялись необыкновенным Как бы сплющенным наискось рыбам Мальчишки шумели вокруг То было веселое и беспокойное Племя маленьких черноморцев Занятия в школах окончились И мальчишки все дни напролет Пропадали в пустынных бухтах Отрезанных от поселка Отвесными скалами В скалах, заросших Оранжевыми лишаями гнездились Дикие голуби Стай дроздов взлетали Над цветущим шиповником Горьковато пахло Чабрецом и прохладой Морских глубин Дельфины, посапывая Кувыркались у самого берега Гоняя комсу Мальчишки отсиживались В этих диких бухтах От справедливого гнева матерей И многочисленных тетушек От наскучивших угроз и упреков Вот погоди, я до тебя доберусь Смотри, какой Петя чистенький хлопчик А ты на кого только похож, балбес Мальчишки знали Все, что случалось На двадцать километров К югу, северу, востоку И западу от приморского поселка Все было им досконально известно Когда пойдет кефаль Как рыбаки поймали Черноморскую акулу Катрана Высохший хвост этой акулы Служил у мальчишек Предметом оживленного обмена На рыболовные шнуры Крючки и грузила Кто приехал в дом отдыха Сколько сил у рыбацкой моторки Голубка Где можно накопать кусочки Серного колчедана Близкучего, как золото И в какой полосе пляжа Больше всего обкатанных морем Сердоликов Они были очень расположены К нам отдыхающим Эти маленькие черноморцы И просто напрашивались На разные услуги Вроде того, чтобы поймать И засушить для нас морского конька Или отцепить засевший Среди подводных камней Рыболовный шнур с крючками Так называемый самолов Стоило кому-нибудь из нас Во время рыбной ловли Зацепить самолов Как по берегу проносился Непонятный клич Мерекоп И все мальчишки бросались в воду Чтобы отцепить Или, как они выражались На рыбацком жаргоне Отмерекопить самолов Мерекоп Зацеп Это слово веселило приезжих Мальчишек Даже начали звать мерекопщиками Изыскания предпринятые Чтобы найти корни слова Мерекоп Ничего не дали Не удалась и попытка Выяснить Откуда у мальчишек Взялось слово бонация Означавшее на их языке Полный стиль В те дни Бонация стояла Над берегами восточного Крыма Особенно хорош был Штиль на рассветах Казалось, что небо за ночь Опустилось до самой земли И накрыло горы Обрывистые мысы Дальние берега И отдохнувшее море Своей синевой Дышалось прохладно Легко Сходило огромное солнце И в легкой мгле То тут, то там Загорался И тотчас погасал Дрожащий блеск То солнечный луч Вспыхивал на омытой Прибоем скале Сверкал в стеклах Горной сторожки Крытой черепицей Или насквозь Просвечивал куст Розового тамариска Восточный Крым Был полон Светения и тишины Это была особая Замкнутая страна Не похожая На все остальные Части Крыма Страна сухих Пепельных гор Полей, пылавших Красными венчиками мака Густой морской Синий и безмолвия К шуму моря Слух привыкал Очень быстро Его вскоре Переставали замечать Тогда На этих берегах Оставался, пожалуй Только единственный Звук Шелест травы Под ветром Восточный Крым Богатая земля О том, что скрыто В тамошней почве И в недрах Единственного В Крыму погасшего Вулкана Карадага Можно было догадываться По множеству камней Вымытых морем Из подводных пещер Там было все Синий гранит Мрамор То желтый, как слоновая кость То розовый То снежно-белый Дымчатые халцидоны Пестрые агаты Целебные сердолики Хризопразы Камни со странным названием Фернонпиксы Разрисованные сложными узорами Зеленая яшма Горный хрусталь Похожий на кристаллы воды Пемза Лава Маленькие кораллы И много других камней Сверкавших на сырых После шторма Песках Восточный Крым Земля истории Здесь волны Выбрасывают Скифские серьги Монеты Времен Екатерины Черепки греческих Ваз Штыки Защитников Севастополя Осколки Глубинных Бомб И ржавые Немецкие каски В них рыбаки Кипятят теперь Вар для засмолки Шалант В эту древнюю И богатую страну Съехали сейчас На отдых Люди Из самых Разных частей Союза Отдых Сближает Людей Не меньше Чем работа Все мы Быстро Сдружились И нам казалось Что мы знаем Друг друга давно Только Шахтер Из Горловки По своей Застенчивости Держался Пока Особняком Но сейчас Он подсел К нам На берегу И рассказал Что впервые Приехал Отдыхать К Черному морю Со своей женой Фросей Работницей Детских яслей И просто Слепнет Здесь От синевы Солнца До тех пор Он видел Только одно Море Азовское Да и то Во время Войны Когда был Ранен В бою Под Чангаром Рассказывая Он Несколько Раз Глубоко Вздохнул И засмеялся Было видно Что он Отдыхает Здесь Безраздельно Впрочем Моя Все отстает Заметил он И показал На молодую Худнику И женщину Она шла По пляжу И читала Книгу Все Зачитывается Я Закину Шнуры В море А она Сядет В тени От скалы И читает Я Место Переменю А она Бывает И не заметь Да и то Сказать Книга Хорошая Белеет Парус Катаева Фрося Подошла К нам Поздоровалась Достала Чистый платок И вытерла Пот На лбу Шахтера Да мне Хорошо Не беспокойся Пробормотал Шахтер А Фрося Слабо Улыбнулась Нам Как бы Оправдываясь И сказала Ему Перегреваться Нельзя А он Со своей Камбалой Прямо С ума Сходит С самого Рассвета До темноты Сидит Понад морем Обедать И то Я его Силой Тащу Что на работе В шахте Что у моря Характер У моего Степы Один Она Положила На раскрытую Книгу Морской Галыш Чтобы ветер Бестолку Не переворачивал С страницей Помолчала И снова Улыбнулась Я заметила Что Когда человек Отдыхает То сколько бы ему ни было лет Он делается Просто как маленький Вот Вы тоже Она обернулась Гарленко Каждый день Меняете у мальчишек Крючки На крабов Один раз Я даже видела Как вы помогали Жуку Гарленко Покраснел И согласился Что Да Действительно Был такой случай Жук Жук Долго Трудился Скатал Из всяких Семян Навоза И остатков Сухой Комсы Большой Шар Запас Пищи На зиму И покатил Его Вверх По крутой Тропе В свою Нору Жук Крихтал Надрывался Мучился Несколько Раз Падал Но Шара Не выпускал Только У самой Норы Жук Очевидно Выбился Из сил Шар Выскользнул Из его Цепких Лапок Покатился С горы И упал В глубокий Овраг Жук Заметался В отчаянии Тогда Гарленко Спустился В овраг Нашел Шар Принес Его И положил Около Норы Жук Пошевелил Уськами Обежал Несколько Раз Вокруг Шара И закатил Его Наконец В нору Пропащего Труда Всегда Жалко Заметила Фрося О вас Я читала И понаслышке Тоже знаю Мне про вас Сестра Рассказывала Она Садовод Работает В колхозе Под сумами Что же Она Такой Про меня Рассказывала С опаской Спросил Гарленко Будто Вы всю Харьковщину И Полтавщину Пешком Обошли С одной Железной палкой И с мешком За спиной Правда Это Писатель Пробормотал Что-то Наших писателей В случаях Мельницах Для книг Она Она Была Его Прямым Делом Его Биографией Он Болел За Наикращее Життя Для своих Земляков Не только В статьях И книгах Но и на деле Труд Труд Был для него Святыней Почетным Долгом Будто Многолетнее Выращивание Новой породы Молочного Скота Или Разведение Зеркального Карпа Сейчас В Крыму Его интересовало Все Разноцветные Лишаи На скалах Йодистые Водоросли Уход За виноградниками Сорта Крымских Табаков Местные Названия Каждого Ветра И даже Устройство Легких Унырков Прятавшихся Надолго Под воду При первом Же свисте Пущенного В них Мерекопщиками Камня Все это И великое И малое Очень Точно Входило В его Понимание Действительности Поэтому Каждый Разговор С ним Был Своего Рода Отрывком Из еще Ненаписанной Интересной Книги Иногда Мы говорили С Горленко О будущем Разговор Этот Чаще всего Возникал По утрам На берегу Быть может Потому что Тишина И блеск Света Над еще Непроснувшимся Морем Вызывали Уверенность В приходе Новых Прекрасных Дней Будущее Определяется Невысокими Словами О благе Людей Говорил Горленко О кропотливой И повседневной Заботой О каждом Без исключения Простом Человеке Через Несколько Дней Мы Четверо Не считая Всевидящих И Вездесущих Мальчишек Так Сдружились Что Почти Всюду Ходили Вчетвером И Вот Оказалось Что У нас Людей Совершенно Разных Много Общих Мыслей И Интересных Друг для Друга Рассказов О шахтах Прошлом Донбасса Степных Курганах Недавней Войне Городке Геническе Где Выросла Фрося Колхозных Лесах Рыбачьих Традициях Стихах Писательском Мастерстве И Других Не менее Замечательных Вещах Фрося Больше всего Любила Стихи Однажды Когда Горленко Лежа На пляже Начал читать В полголоса Пушкинские Строки Редеет Облаков Летучая Гряда Она Отвернулась И заплакала Ну Тут же Она Рассмеялась И Блеск Благодарных Слез В ее Глазах И Сияние Ее Улыбки Как бы Осветили Новой Теплотой Знакомые Слова Звезда Вечерняя Печальная Звезда Твой Луч Осеребрил Увядшие Равнины Мы Мы сделали Вид Что Не Заметили Фросиных Слез А Шахтер Сказал Вот Удивительно Что Не День То Интереснее Жить На Свете Вскоре Мы Звезда лесов неслась душистыми грудами за окнами машины. Внезапно в этой зелени возникали сиреневые гранитные скалы, увитые плющом. Струились и позванивали, пересекая шоссе прозрачные ручьи. Каждый раз перед таким ручьем машина замедляла ход, будто хотела напиться. Лепестки маков летели по ветру легкими стаями, как мотыльки. Отвестный каменный порог вставал вдали в дрожащем горячем воздухе, и шофер всерьез рассказывал, что он видел на этой гладкой горной стене ввинченные в камни причальные кольца, так как здесь, говорят, было в незапамятные времена море. На утреннем базаре в Симферополе все блестело от росы. Кувшины с молоком, холодная редиска, пучки лука и огромные пионы. Мы уезжали, но отдых продолжался. Благодатный Крым никак не хотел отпускать нас на север. Долго еще синели в степной доле мягкие гребни его гор. С Крымом мы попрощались только у берегов Всеваша за Чингарским мостом. Горячая машина отдыхала на пригорке в перистой тени акации. Оттуда было видно Азовское море, налитое густой лазурью до самых краев в рыжие глинистые берега. На мысу над морем белел поселок. Как будто чайки сели отдохнуть среди кудрявой зелени низкорослых садов. Это был рыбачий городок Геническ, родина Фроси. Может быть, поэтому Горленко вспомнил о Фроси и шахтере из Горловки и рассказал мне историю их любви и жизни. Оказывается, он успел уже все это узнать, опередив меня. Я тоже заметил почти детскую нежность в обращении Фроси с шахтером. И мне казалось, что я присутствую при зрелище большой и самоотверженной любви. История эта была удивительной, хотя и совершенно простой. В бою под Чингаром шахтер был тяжело ранен. К нему подползла санитарка, это была Фроси. Она перевязала его, но тут же сама была ранена осколком снаряда. Тогда шахтер, почти теряя сознание, перевязал свою спасительницу. Потом они долго лежали в степи, пока их не подобрали и не отправили в санбат. Фроси говорила Горленке, что она выросла сиротой, жила одна. А тут, этой ветреной ночью, она услышала, как тяжело дышит рядом спасенный ею человек, и поняла, что он ей теперь не чужой, что их породнила великая сила сострадания. Мутные звезды светились в небе над Севашом, отражались в его мертвой воде. И Фрося думала, что вот сейчас, в ледяной степи среди колючих трав, у берега этого гнилого моря, освещенного зловещими вспышками смертоносного орудийного огня, она нашла то единственное, что сильнее смерти, сильнее горе, сильнее всего на свете, родную человеческую душу. Вот и все сказал Горленко. Никаких украшений жизни не прибавило таких любви. Украшения пусть придумывают писатели. Но я считаю, что это совершенно лишнее. Я согласился с ним. Потом, когда машина неслась по широкому шоссе, и в вечерних сумерках тонули по сторонам, кутаясь в туманы и дымы запорожские степи, я думал о том, что ничего особенного не случилось за эти дни отдыха на берегу моря, кроме того, что там встретились самые простые люди. И в их простоте открылось столько взаимного доброжелательства, веселья, душевной чистоты и преданности своему делу, что не нужно никаких героических поступков, чтобы оценить и полюбить это высокое племя людей. Субтитры создавал DimaTorzok